Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Market, составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря многоевропейской статистики 8.30 по GMT. Будем анализировать данные по индексу активности сферы услуг и производственного сектора Германии. Спустя полчаса после этого в 9.00 по GMT аналогичная статистика по валютному блоку еврозоне в целом. Далее в 12.00 заседание Банка Англии. Очень важное событие для британской валюты, особенно после выхода интересных данных по инфляции накануне. И я предлагаю сегодня снова обратить внимание на британскую валюту, тем более, что есть о чем поговорить. В 12.30 по GMT первичные заявки на пособие по безработице. Это отчет по состоянию американского рынка труда, таких в рамках месяца 4. И ранее уже пришли к выводу, что нужно анализировать эти данные, потому что в целом они позволяют нам оценить общее состояние сектора и подготовиться к Non-Farm Parallels. Релиз, который напрямую влияет уже на действия американского регулятора по ключевой процентной ставке. И, возможно, более важная статистика для американской экономики доллара – это индексы PMI сферы услуга производственного сектора в 13.45 по GMT. Сфера услуг, промышленность, собственно, сектора американской экономики, который генерирует больше 80% экономического роста. И, конечно же, должны повлиять на рыночные настроения. Потому что чем больше будет дальше подтверждений того, что американская экономика остается в состоянии перегретым, то, соответственно, у американского регулятора будет больше причин постоянно делать отсылку на те инфляционные риски, которые заставляют его проводить ту политику, которую он проводит, и не начинать смягчать экономический режим, то есть снижать ключевую процентную ставку. Давайте теперь по порядку. Индекс доллара – 102.90. Вчера состоялось заседание Федрезерва. Итоги решения по ставке в соответствии с прогнозами и ожиданием. Ставку оставили на прежнем уровне 5,5%. Соответственно, ждем, как и ранее, июньское заседание, потому что, по данным инструментов AdWords Tool, это как раз тот самый период, когда, вероятно, начало смягчения экономической политики. Были ли какие-то тезисы, которые позволили бы нам сейчас пересмотреть свои ожидания и допустить, что американский регулятор может начать смягчать политику раньше июня? Не было. Паул повторил ровно те тезисы, которые нам уже известны. То, что ставка достигла своего пика, дальнейшее решение будет предполагать ее снижение. Ну, очевидная вещь. Ну, он так, собственно, прокомментировал тезис на общую экономическую политику, которую проводит. Все зависит от макроэкономических данных. Пока что инфляционные риски сохраняются. Последние данные по индексу цен производственных цен, то есть промышленной инфляции, и в целом показатели CPI, это релизы, которые доказывают то, что инфляция еще не побеждена. И при тех темпах роста месячных показателей я допускаю, что даже в годовом мы можем увидеть повторные сюрпризы ухода показателей на новые локальные максимумы. Американский регулятор не станет оснижать ключевую процентную ставку, пока индекс потребительских цен не стабилизируется в районе 2%. Но в текущих условиях это крайне маловероятно. Реакция доллара. Резкое снижение. В частности, я думаю, вы все прекрасно это видели. Доходность американских облигаций чуть-чуть просела, отступив с отметки 4,29% до уровня 4,26%. И самое интересное, что после конференции Паула рынок стал активнее и либо больше верить то, что ФРС пойдет на снижение ставки в июне. Если до заседания вероятность была 55%, сейчас по данным инструмента Файдова счетов она составляет 67%. Изменилось ли что-то стратегически и системно? Нет. Отсюда, собственно, делаю вывод, что откат доллара к минимальным отметкам, с которых мы начинали эту неделю, это коррекция, которая не полностью связана с фундаментальным фоном. И последующие, опять же, релизы, которые будут возвращать нас к идее того, что американская экономика все еще остается в условиях повышенных инфляционных рисков, должно все-таки обеспечить долгосрочное укрепление позиций американского доллара. Ну, не могу я, собственно, казаться от длинных позиций, потому что убежден в конкретном фундаментальном исходе, собственно, того прогноза, который был дан в соответствии с ожиданиями по снижению ключевой процентной ставки. Золото, друзья, новые исторические максимумы, 2200 долларов за тройскую унцию. Очень похожая картина была в начале декабря, резкий рост, который, кстати говоря, совпал с появлением на рынке сообщений о возможной конфискации российских активов. Это, на самом деле, очень большой вопрос. Это санкционные риски, которые при обсуждении заставляют многие центральные банки на принять час, особенно те, которые заигрывались с инвестициями в долларовые активы. И, по сути, это прецедент, который может быть распространен на любой другой регион. И когда дело доходит до того, что обсуждение выходит в какую-то новую фазу, возникает вопрос, а не имеет ли смысл активно начать диверсифицировать свои вложения и отказываться от долларовых активов, делать ставку на традиционные ценности, например, на рынок драгоценных металлов. Я думаю, что в лидерах покупки золота по-прежнему будет Китай, но предлагаю дождаться уже завершения марта, посмотреть, насколько был активен Центральный банк Китая в покупках золота в этом периоде. Практически без сомнения могу сказать, что будут новые максимумы. И Китай, кстати говоря, в рамках марта потенциально может покупать золото уже 17-й месяца подряд. А что касается санкционных рисков, то сегодня пытался найти новости, были ли какие-то вбросы новостные на закрытие прошлой торговой сессии по теме, связанной с конфискацией активов, но пока что не нашел. Может быть, информация появится позже. Что делать с золотом дальше? Я думаю, что локальные максимумы, повторный факт того, что они были переписаны, создают хорошие условия для коррекции. И я все это время ждал оптимальную, интересную точку входа, поэтому с сегодняшнего дня буду потихоньку шортить этот инструмент, набирать позицию, тем более, что я еще также уверен в укреплении курса американского доллара. Но потихоньку набирать и шортить, это значит не открывать все максимально возможные плечом, даже с учетом консервативных рисков 1 к 10 прямо сейчас. Нет. Я допускаю, что может быть снова повторный спец интерес к золоту, но стратегически золото будет уже, на мой взгляд, смотреть вниз. Американский фондовый рынок. S&P 500 5307 пунктов. Новый исторический максимум в соответствии с нашим прогнозом. Биткоин корректируется и после минимального уровня, чуть ниже отметки 61 тысяча, уже 66 600. Ждем перед хаулингом повторного ухода в район 70. И поддерживать это ралли будет снижение предложения, рост спроса, ожидание того, что сократится премия майнеров и, соответственно, еще меньше биткоинов будет поступать на рынок и интересы со стороны инвестициональных инвесторов. Доллар иена 150.78. Ждем сегодня данные по инфляции в Японии. Завтра обсудим перспективы этой валютной пары. Но учитывая то, что Банк Японии уже начал ужесточать монетарную политику, например, точно следующая сделка это уже будет продажа на долгосрок. Британская валюта подсветил. Почему интересно сегодня заседание Банка Англии? 1,2790 текущей котировки. Вчера вышли данные по инфляции. Индекс потребительских цен снизился с 4 до 3,4%. Базовая инфляция снизилась с 5,1% до 4,5%. И, может быть, резкое снижение инфляции сегодня заставит Банк Англии допустить или рассмотреть возможность более раннего снижения ключевой процентной ставки. Не в июне, а потенциально, может быть, даже в мае. Если будет хотя бы намек на возможность такого исхода, фонд сегодня точно окажется в лидерах роста и сможет подобраться к планке 1,29. И рынок нефти 86,50. Данные по запасам нефти США. Очередное снижение на 1,9 миллиона. В соответствии с прошлой статистикой от Американского института нефти. Это, безусловно, фактор поддержки для рынка углеводородов. Ну и еще локальное ослабление доллара также сказалось позитивно на рынке черного золота. Цели 88,89 все также актуальны. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...